Всем доброе утро, дорогие мои зрители, дорогие подписчики. Вот такое у нас сегодня утро. Решила, кстати, попить кофеёк в беседочке. Безобразие у меня тут. Олег, чем ты будешь заниматься нам? Завтра с утра пройду прямо с кофе. Завтра с утра уже уезжать. Олег будет проставляться немного на работе за днюху. Завтра у Олега уже днюха. У вас, как обычно, всё будет позже. И мы хотим пораньше завтра уехать, заехать в Глобус, купить там немного фруктов, тортики, нарезочки. Такое вот. Поэтому, чтобы не вечером сломя голову, а спокойно потратить день, всё приготовить, помыть. На тарелочке сразу разложу. Всё накрою плёнкой. И Олег на следующий день только снимет плёнку и поставит всё на стол на работе. Такая небольшая помощь мужу в честь юбилея. Поэтому не знаю, даст дождь или нет, привести в порядок свои розы, потому что розы у меня в безобразном состоянии. В прошлые выходные ездили к сестре на день рождения. Всё вот так бегом-бегом. И я вот на них смотрю, что в те выходные смотрела, что в эти выходные приехала смотрела. Неугомонной. Что тут дождик? В дождик ходишь. Пойдём, позавтракай. Нет, ты пойдём позавтракаешь со мной. Я без тебя буду позавтракать. Вот, а я вот без тебя не могу. Приглашаю тебя. Ты кофе не сделала? Сейчас вот, несу. Ага. А себе собралась идти делать. Главное вовремя. На. Я пойду. А, ну ты ж такое не пьёшь, да? Олег пьёт только с аппарата. Место на место перепрыгиваю. В итоге розы я не привела в порядок. Душа болит. Вчера приехали. Тоже на них смотрю. И душа болит. Опоры купила, но они огромные. Поэтому я их не ставлю. Я сейчас, даже если будет вот такой мелкий дождик, наверное, всё-таки... Закрой, да? Наверное, всё-таки подрежу. Не промокну, не сахарная. Потому что у меня сегодня один денёчек только. Я его хочу потратить на теплицу. Просила Олега с Диной, чтобы закрыли форточки. Потому что уезжала, оставила форточки открытые. А у нас очень сильно, как обычно, аномальное жаркое лето похолодало. И поэтому хорошо иметь таких соседей, когда можешь обратиться. Ну, конечно, ничего в принципе не было бы. Но чувствую, что у меня там что-то болтается. Но так им комфортнее. Помидорам точно. Поэтому пойду в теплицу. Не знаю, не буду вам обещать, куда я сейчас пойду. Это как обычно. Я сейчас пойду в теплицу, вернусь за чем-нибудь. Могу остаться в розах. Так и буду ходить. Ладно, выйду пока. Олег, все кофе делают. Что-то у нас стройка совсем затормозилась. Расстроилась. Сегодня они тоже не приедут. Очень медленно работают. Очень. Ну ладно, ничего страшного. Наберёмся терпения. Главное, чтобы работа двигалась. Потому что, как я вам сказала, сложно найти вообще на самом деле строителей. Опытных. Как работают, нравится. Качество работы очень нравится. Но очень медленно. Ну, как Олег скажет, у них такой менталитет. Они никуда не спешат. Поэтому стараемся смириться с этим. Ой, ещё одна моя новенькая. Смотрите, примула зацвела. Какие же они хорошенькие. Классненькие. Вот эти бархотки обязательно семена соберут. Но мне, в принципе, и те нравятся. И вот эти. Я в посёлке ещё приглядела. Смотрю, у них тоже новинка. Это я в посёлке говорила вам. Собирала семена на улице у себя, где квартира у нас. Поэтому там приглядела ещё. Типа вот таких. Но серединка прям такая ярко-жёлтая. И такая большая серединка жёлтая. И вот эти буду оставлять себе. Потому что мне нравится. Георгинка. Смотрите, как пошла. Смотрите. Тоже очень красивый цветок. Цвет. Я думала, что не будет как на картинке. Потому что я выбирала по картинке. И вот такой вот. Сливки, по-моему, как-то называются. Тоже красивый. Надо-то одно семечко. И получается такая красота. Тоже семена оставлю. Раньше её мама сажала постоянно. Лаватера тоже, видите, как забивает. Ну, сажала в этом году. Просто тыкала и всё. Здесь уже размечаются мои новые кумбочки. И поэтому я вот не знаю, как на самом деле дальше будет. Но хочу, наверное, их оставлять под однолетки. Низкорослые какие-нибудь. Потому что многолетки они будут заполонять. А если однолетками обыгрывать, мне кажется, будет круто очень. Здесь львиный зев, который я сажала вот так вот кучками. Так поле вот и получается. Калы вообще. Пока только вот одна вот эта вот малиновая такая распустилась. Но она очень крутая. Вот. Получилось бы у меня их сохранить за зиму. Потому что они выкапываются. Хранятся. Почитаю, конечно. Классненький. Ну, судя по всему, не даст он мне ничего делать. Ну, ладно. Хотя бы в теплице приведу в порядок. Это огурцы. Хочу помидоры немного почикать. И огурцы спустить немного. Попробовать. Первый раз буду делать. Попробовать. Потому что верх им некуда расти. Чтобы продлить им немного жизнь, так сказать. Потому что я уже посадила ещё семечки между ними. Но пока они выйдут и выйдут ли. А этим продлять буду плодоношение. Вот надо просто ездить, Наташа. Да? Пойдём сейчас в теплице греться будем. Вчера ничего не готовили. Вроде хотели мясо приготовить. Приехали. Думали на ужин. Пожарим с лучком пюрешку сварим. Олегу говорю, мне так пицца захотелось. Вот эта вот пицца 24 часа. Очень вкусная пицца. Это раз, когда Олег с Диной приходили, тоже угостили. Они говорят, ой, какая вкусная. А здесь у нас тоже рядом она, кстати, есть. Ну, мы по дороге покупаем. И мы так душевненько поужинали. Попланировали будущий отпуск немного в Ютубе. Посмотрели там видосики и спать пошли. Поэтому у нас остался ещё и завтрак. Мне один кусочек, себе забирай два. Мне достаточно будет одного. Это надо чистить тут всё. А колбасы что-то нет у нас? А мы и не покупали. Сыр есть. Сыр есть. Сыр есть. С маслом есть. А вот, кстати, это. Я сейчас, правда, хочу. С маслицем бутербродик. С сырком. Ты будешь? Ну, ты пиццу два кусочка съедай. Не одного хватит. Ладненько. Всё. Нам приятного аппетита. Ну что, на сегодняшний день у меня вот такие вот заросли. Здесь ещё есть место. Но всё равно снизу же листы обрезаю. Поэтому хочу сейчас попробовать научиться опускать их немножко. Посмотрела несколько видео. Кто-то присыпает кольцо землёй и даёт возможность стволу укореняться и набирать больше питательных веществ. Кто-то просто постепенно опускает, опускает с каждым разом. Вчера я, кстати, собрала немного огурцов, но было холодно. Поэтому получилось не так много. И хочу привести в порядок помидоры. Потому что в те выходные тоже я их не, как я люблю говорить, не чикала. Поэтому сейчас посмотрю, что здесь лишнее обстричь. А что-то оставить. И, кстати, знаете, обратила внимание, черри сажала жёлтые, но покупала. В том году мне мама давала. Они такие, наверное, покрупнее черри. Овальненькие будут. Поэтому поприятнее, наверное, кушать будет их. А в том году кругленькие маленькие, но они настолько сладкие, жёлтые были. Красные у нас и жёлтые. Так, ну что, перчинки. В этом году у меня слабенькие, потому что покупала новый сорт. В следующем году оставлю, который магазинный зимой буду покупать, ближе к весне. И оставлю семена. Попробуем, кстати, фиолетовый. Я ни разу не пробовала такой перец. А ещё сажала жёлтый, но жёлтый я что-то не вижу, будет ли у меня жёлтый или нет. И вот мама же давала мне с покупных семян. И я вот на следующий год хочу попробовать тоже несколько штучек посадить с покупных. Потому что в том году вы видели, какой он просто у меня был неимоверной красоты. Не знаю, Олег говорит, уже у всех там помидоры все едят, а у нас нет. Я говорю, ну и пускай едят. А у нас, да, нет. У тебя вот такая хозяйка, говорю, плохая, у которой ещё... Ну, они меня долго перебаливали. Как вы видели, сильно болели. Не знаю, почему. Ну, в связи с погодой. Я не знаю, как люди... Почему у них красные. Либо опрыскивают чем-то, удобряют. Я стараюсь не удобрять химией. Пускаю их, так сказать, на самотёк. Единственное, и то не фитоспорином, как я вам показывала, а опрыскала, как меня научила соседка, йод, кефир и вода. Не хочу. Хочу меньше химии. Хотя вот понимаю, что без неё в наше время никуда. Ну, хочу минимизировать. Поэтому, может быть, поэтому у нас не цветёт. Вот здесь я, кстати, видите, два оставила. Не один стволик, а два. Налила спирт в банку. Оставлю себе в хозблоке, чтобы обеззараживать инструмент. Всё, сейчас немного постоит. Принесла шпагат. Так, заведи есть прилично. Ну, не знаю, сажала разные сорта. Мне пока нравятся все такие вкусненькие огурчики. Как же мне с вами бороться. Вот прям мне надо вот сюда вот какой-то каркас металлический. Ну, ладно. Не успеваем. Всё, на следующий год, может, всё-таки я попрошу Олега сделать. Вот этот куст настолько густо, что я его буду чикать. Но что-то как-то он... Хотя вот есть там завязи. Сейчас я его прям, наверное, сильно-то сразу тоже нельзя чикать. Но что-нибудь изображу. Один куст бархотки в трасс выдернул. Сейчас я этот, наверное, тоже, пожалуй, выдерну. Потому что он, видите, высоко слишком пошёл. О, хватит для красоты небольшой той бархотки. Да и корень, мне кажется, будет тоже питательное вещество лишнее забирать у помидорок. Ой, вкусненько пахнет. А в компост он тоже полезен. О, хватит для красоты. Не дашь дождь мне на улице, ничего сегодня поделать. Я, кстати, никак даже столики свои не докрашу. То пьянки, то гулянки, то в гости, то в гости, то дожди. То на Тусе поспать надо. Ребята здесь уже, видите, освободили. Не, ну в теплице приятно работать. Ну, кстати, тепло. Я даже, видите, берцы открыла. Ладно, продолжаю. У нас есть леска какая-нибудь, проволока? Проволока какая-нибудь. Ну, мне надо вот тут вот натянуть вот так вот, чтобы со средней грядки помидоры привязать. Новая площадь у наших жителей. Здесь тоже грядочки разметили. Хочу вот такие небольшие грядки сюда. Ну, я вам, по-моему, рассказывала. На следующий год в одну кабачки посадить, в другую, допустим, может быть, одну тыкву. Ну, вот так вот. Такие вот эти семечковые, наверное. Ого, ты мне проволоку даешь. А, вот такую, да? Ну, не сейчас. Это, освободишься, сделаешь я пока будущих порядков. Ну, надо замерить будет. Ну, надо замерить будет. Молчи, Нату, сейчас согребешь. Так нервничать, видишь? Да твою жуть. Подержать тебя? Подержать. Смотри, где. Смотри, где, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже вечер, пообедали. В огороде там подвязывало, как вы видели, огурцы и помидоры, но терпения не хватило. Хочу вам показать по эти ромашки, какие у меня там распустились, красивые, двух видов. Смотрите, это вот моя любимая, у мамы я её сажала, но она у неё стала чахнуть, махровая. Я её прямо обожаю. А это вот давала, по-моему, мамина соседка. Маме тоже я вот у неё купанула. Смотрите, она какая крупная, тоже красивая. Только тоже в каких-то мошках. Лилейник. Один уже отцвёл, такой красивый был. Серединка жёлтый, а сам он такой вот оранжевый. И второй вон там персиковый. Ну, тоже так лумбочка преображается. Картошку я так и не окучила. А думаю... А также пущу на самотёк, посмотрим, что будет. Тыква что-то никак болеет. Что-то, ну, поливать надо. Ну, не болеет так вот она зелёненькая, но всё равно. Здесь уже до следующего года, скорее всего. Ну, что-то так. Ну, ладно, хоть одна, может, будет. Вот моя картошка неокученная. И надоело помидоры подвязывать. Половину там поломала, но, конечно, не половину утрирую. Огурцы тоже там немножко подломала. А сейчас уже темнеет, уже восемь вечера. Время летит вообще, как обычно. Хочу всё-таки добить розы. Сейчас я их подстригу. Обрежу все, чтобы хотя бы здесь порядочек был. А до тех клумб, если дойду, то дойду. Если нет, то, значит, в следующий раз. Утро следующего дня. Захотелось мне жареного бекона. Прям как вот раньше мы в Таиланде, по-моему, да? Во Вьетнаме. В Турции. В Турции тоже ели. Прям именно хрустящий, с корочкой, на белый хлебушек. Коллега говорит, будешь картошку и яйцо? Говорю, нет. Не хочу. Хочу просто прям на бутерброд вот такую вот вредную вкусняшку. Ну и выделил мне одно яйцо. Ложечку. Поташь, пожалуйста, уже чайную. Ой, возьми, ты не дотянуешь. Ещё надо. Я уже полила цветы, полила комнатные. Собираемся уже домой сейчас. Время вообще как обычно летит. Пролила в теплице, в слейки, чтобы потом автополив по чуть-чуть огурцы поливала. Я уезжаю, автополив на помидоры отключаю, потому что огурцы это чаще надо поливать. Поэтому я помидоры иногда с лейки проливаю и на неделю оставляю без полива. В принципе, мне кажется, для них нормально. Сейчас пойду, да подвяжу два куста. И поедем. И всё, и день так и пролетит у нас, да? Да. Ой, сейчас мне будет вкусно, прям не могу. Ладно, всё, всем приятного аппетита. А то мне одной рукой неудобно. А время-то идёт. Слюна-то течёт. Вот, няня, птички. Всё, мы собрались домой, собрали овощи. Пообрезала кабачки. Знаете, какая у меня беда? У меня кабачки гниют прям зародышами. Сначала я думала, что куст, который Динин пережил пересадку в теплице, с теплицы сюда нет. И даже на молоденьком кусте тоже. Но вроде как я поняла, что это не только у меня такая беда от перепада погоды. То есть они возревают. Вот сейчас нарезали бабушке Нине кабачки. Себе уже в хозблок убрала. Потихоньку буду, наверное, закрывать кабачковую икру. Ну, если ещё вырастут. Мы в том году закрывали. Просто очень вкусная икра бомбическая. Я закрывала. Кто смотрел, у нас, по-моему, две. Третью порцию, по-моему, не осилила. Поэтому в этом году хочу тоже закрыть по этому рецепту. Всё, обрезала я вчера. Показываю вам результат работы моей. Вот такой вот, быстрой, однодневной. Обрезала все усы. Тут вообще лес был. И внутри, и здесь всё свисало. Поэтому просто почикала. Потом уже буду приводить в порядок. Лук вроде бы, который не ушёл в стрелку. Довольно-таки хороший чеснок. Мне кажется, вот этот, не знаю, что с ним будет. Как бы он не сгнил. Ну, посмотрим. Какой-то ушёл в стрелку. Ну, а какой-то я прям вижу, что довольно-таки добротный будет лучок фиолетовый. А белый, по-моему, у меня весь ушёл в стрелку. Я его покупала уже поздно. Сажала. Ну, вы знаете, не в восторге. Это мой первый опыт. Потому что два года подряд я сажала фиолетовый. Потому что мы его очень любим. Сначала прям выдёргиваем свеженький. Полностью съедаем. Ну, либо в прикуску, либо на салат. Какой не успевали, ушёл на головку. В этом году целенаправленно сажала. И так, и на головку. Поэтому, ну, тыкала его, видите, везде. В принципе. Он у меня здесь везде один лук. Но у нас ничего. Буду сажать чисто фиолетовый. Эта груша у нас очень вкусная. Осенью будем формировать все деревья. И в этом году мы будем, надеюсь, с грушей. Она обалденная. Она твёрдая и сочная-сочная. Ну и много плодов в этом году. Хорошо. А вот они плодоносят. Хочу дойти, может быть, до своего питомника спросить. Прививают? Нет. Если нет, то её спилить. Она сколько лет стоит и не плодоносит. Сейчас ведёрко нарезала прям корнишончики. Закрываю корнишончики. Прям не жалею. Небольшие. Чтоб пока нас нет, они не перерастали. Закрою 10 баночек всего. Значит, будет 10. Ну вот. Даже вот такие срезала. Чуть-чуть побольше. Уезжаешь, вроде вот так вот порядочек. Приезжаешь, оно всё опять зарастает. Ну, огурцы и помидоры-то нет. Всё, в этот раз не буду оставлять форточки. Хватит этих, потому что погода непонятная. Конечно, некрасиво это показывает. Сколько у Наташи обуви в деревне. Просто она вся грязная у меня. Ну, бегом-бегом. Одни галоши, вторые сланцы, тапки. Ну, это такие уличные. Потому что иногда вечером в беседку выходишь. Если эти грязные, одеваю вот эти. Ну, соответственно, в доме я в них не хожу. Это я просто обуваюсь и думаю, да. У нас тут все обуви у тебя. Приехали мы в Глобус. Посмотрите. Люди на работе не работают, а едят тортики. Затарился Олег. Проставиться на работе. Так, сейчас возьмём быстренько фрукты. Решили тортики и фрукты. И всё. Вот такие, смотри. Взять мини, Олег? Удобно будет. Вот это можно взять. Вот их надо будет искать, наверное, пожелтее здесь. Да? Ну, давай наберём. Чё мы ещё? Вот можно нектарина взять. Ну, просто всё такое зелёное. Они обрабатывают, что ли, чтоб не гнило всё это. Выбор большой, а взять нечего. Затарились, так затарились. В итоге взяли немного. Ну, ничего. У фруктов выбор большой, взять нечего. Либо зелёное, либо гнилое. Виноград вся легкий шмиш. Зелёный вроде сладенький. Немного нектарин. Уф-пекских. Сливу. И решили мандарины взять. Всё. Сейчас поедем дальше. Шуха такая. Народ, да? Суета. Все закупаются. Мы уже отвыкли от такого большого магазина. Хотя раньше в Глобусе мы постоянно отоваривались. А сейчас уже очень редко. Просто здесь большой выбор. Тортиков заехали в Чехове. Но там вообще нет выбора. Приятный сюрприз. То, что 10% в день рождения скидочка будет. Хорошо сэкономили. Мелочь. В принципе, не мелочь. Но приятно. Зоехали. У нас новый футмаркет открылся рядом. Мечта Олега. Рядом с домом. Стоянка. Всё так удобно. Но мы здесь уже не первый раз. Мы ту неделю прошлую мотались. И ужинать заезжали сюда постоянно. Грузинская кухня. Любимая наша. Вьетнамская. Аж две кухни. Вьетнамско-китайская. Постоянно том-ям. Берём. Сегодня мы берём с собой на вынос. Чай хана. Там плов такие казаны огромные. Бургеры брали. Но бургеры что-то нам не зашли. Суши. Здесь кофе вафли. Здесь пицца. Брала я в тот раз хачапури сыром. Прям так захотелось. Горяченькое, свеженькое. Мы здесь кушали очень вкусно. Здесь поки тоже. Бар. Так что подальчане. Кто не знает, в новых кузнечиках, в новом микрорайоне есть такое чудо-место. Ну, мы в восторге. Нам нравится, потому что нам удобно. Так что мы сейчас ждём на вынос том-ям и жареный рис. И поедем дома, будем отмечать дело. Вас приглашают. Так, я пошла. Олег ждёт. Мы решили взять в разных. Барали постоянно здесь, а сейчас решили взять в одном и в другом месте. Всё-таки попробовать. Смотрите, казаны какие. О, сколько там салу. Спасибо. Лепёшечки горяченькие. Всё такое свеженькое, аппетитное. И, кстати, вот вьетнамская кухня. И вьетнамцы здесь готовят прям на месте. Грузинская кухня, грузины. Поэтому всё вкусненько. И самое главное свеженькое. Ну что, я готова. Мы решили, что дома, в принципе, можно не готовить. Карбонару можно взять попробовать, да? Да, и заглянуть. Всё там. Такие подносы добротные у них. Плог. Плог, флагман, долма, шаурма, картошка, самса. Самса тоже, кстати, аппетитная, да? Ну, мы сегодня решили на вынос. Работает, кстати, с 10 до 10. В выходные, пятницы, суббота, с 10 до 11. Олег, вот так не получилось. Тут к нам так ломится, а? Непонятно. Это что это такое? О, у нас на виду, что снимают? Да, блин. Ну сами хотите, с нами Авраам Руссо. Примеры песни. Проходи, что? Подожди. Это премьера песни. Ну всё, музыкальная пауза, подготовочка закончилась. Ну что, Вольтер, запас. А мы даже тесняемся, зайди, и, блин, поэтому заходи. Сразу вот в пульсу заходишь, блин. Приглашай. Давай, всё, давай, хорошо. Он боится, что вы передумаете. Айзам, остальное брать не надо. Чисто символически. Остальное очень тяжёлое. Не говори. Это надо, не знаю, брать. Чувствую, чувствую. Димка говорит, тут Олег Иванович уже побуянил. Да, да, да. Так, ну что, всей нашей большой дружной семьёй мы вас поздравляем, Олег Иванович. Да. У вас знаменательный юбилей. Не каждый ещё доживёт до таких. Ой, что-то. Это мысили. Мысили. Да, мысили. Это мысили. Поэтому. О, 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 полку забыл. А что нам его позвать, да? Хорошо. Счастья, Олег Иванович, здоровье самое главное. Уверенности в завтрашнем дне. Сзади надёжные пилы поддержат, подопрут. Если не подопрут, то дуло поставят, к затылку скажут, делать нужно вот это, вот это. И это мы можем. Да, да. Пинают, лопаты ещё огреют, замотивируют. Я вот сейчас пину, давай, подопрут. Короче, с днём рождения. Всех благ тебе. Офигеть. Будешь этот самый, как его, сковородка, огонь разводить. Для всех друзей. В этот, как его, в тёмный летний вечер. Огонёчек будет греть, очаг разогревать. Короче, всех благ. Соседа поздравлять не позвали. Как же яд и меня забыли вообще. Скажи, здоровье самое главное, да? И по веселью желаю. Проходите. Саш, проходите. Мы сейчас быстренько нарезку ждём. Я чувствую. Я не могу сказать. Я чувствую. Высехала. Я чувствую. Как ты пояснил. Я чувствую. Я чувствую. О, высехала. Давай, ладно. Посмотрим. Всё нормально. И ты не захочешь меня ни больше. И ты знаешь, как пилотно это может быть. так вот такая заставка с днем рождения мой друг наш друг наш сосед поздравляем с днем рождения здоровье внуков побыстрее вам что это не отказались вот так вот ленька потом это не она вчера там сказал двойню нет я говорю даже зато сразу отстреляешься понять что я мне хоть десяток давай поделиться это 10 лет по пять раз это просто